Ну что, друзья, приехали мы на базу к Андрею. Помните, мы вам показывали, она еще струилась, да? Мы когда были, струилась? Да, еще струились. Сейчас уже по-другому. Кстати, это были, смотри, эти магазины мы на откачку брали, и они были полные смеха. Ну, рабочие кидают, поэтому, но то же самое есть в условиях. Подожди, полковик, короче, отломались всякие. Ты потрогай внутри, вот-вот-вот, вот здесь плотность такая. Такая же, как и наружу? Ну, возьми плотность. Ну, такая же, может даже сильнее. Не, ну, дерево тоже, фальцы ломаются, поэтому это... Короче, если его бросить, оно... Да, есть много лошадей. Так, дайте я сначала посмотрю. Что это такое? Удалители. Удалители. Корпуса. Корпуса. Это, как сейчас у нас модно, в Украине, это рога-то, Оля, а у вас вот так, да? Это те же рога. Это американские. А, это американские, да, они считают? Ну... Смотри, это всё сушь. Нижний корпус для того, чтобы использовать там донышки, да? Подожди. Нижний мы обмотали ребенка. А, это просто обмотано, а я думаю, что... Да. И верхний тоже, видишь? Это чтобы отмолить? Да, и отмолить, и, короче, не мусорник какой-нибудь... Ну, да. Короче, мы закрыли полностью. А чем-то обрабатывали вообще? Ну, корпуса, сушь? Да, или муравьевую кислоту. Кстати... Так, давай завалиться ещё. Снизу, видишь? Вижу. Вот всё новое, всё сушь. Новые рамки. Можно снять как бы пару. Не, не надо. Ну, сушь. Сюда тоже. Сушь, вот это всё сушь, правильно? Да. Сто сорок пять. Вот это... Два ряда идёт. Ну, у вас в основном белый цвет, да? Здесь белый, синий, зелёный есть. Это не принципиально. А это производство чего вообще? Ну, это... Мы поедем в магазин, потом... Ну, это покупались, да? Ну, не под заказ. А вот, кстати, видишь, кинутые дерева. Любое, если тяжесть кидаешь, вон он, фальц отломан. А, да я вижу. То есть, ну, это... Ну, тяжесть, это естественно. Ну, как и понятно, если ко всему бережно относиться. Вот это сушь, которая отстраивалась в этом сезоне. Всё в этом, всё новое абсолютно. Вся сушь новая. Да не надо, не снимай. Ничего не надо. Поднять. Тем более тяжелое, оно сложено всё. Ну, тут, в принципе, моли как таково не должно быть. Всё-таки же это ангар. Они... Какие помещения? Труты ещё остались. Это всё на перетопку. Потому что... Не используем уже их. Труты не используем. Вёдра... Мёд. Давай повторим. Мёд не в бочках, а вёдрах. Не, в бочках. В бочках. И вот это все корпуса. Папа сказал американские. Что значит американские? Ну, у нас есть программа американцев. Сайт. А. И... Они дают... Он выиграть им будет. Восемьдесят улей ему дали. Бесплатно. А, бесплатно дают? То есть по программе могут... По программе вообще бесплатно восемьдесят улей. То есть если бы я был жил в Молдове, например, пчеловодил, и в эту программу уступил, мне бы тоже по этой программе... Восемьдесят улей где бы дали. Вот тут корпуса встречи, да? Будет что-то. Что это? Это тоже на перетопке все уходит. Не, как вот это на перетопке? Ну, то же самое. А что с ней делать? В смысле? Не, не, не. Ну, что с этой рамки Андрея? Так... Ставить чего? Хорошая рамка. В чем проблема? Ну, только в семью это используют. Это так. Я не понял. Вам что, двести тридцатая не подходит тут? Нет. Подмёт не подходит. Подмёт нет. А гнездо? Гнездо, да. Гнездо мы будем использовать. Двести тридцатых. А, ну я понял. Подмёт полностью только сто сорок пять. Только сто сорок пять. Ага. Медогонки украинские? Нет. Одна Лысонь, одна украинская. Ну, я вот увидел сразу. А то Лысоньевская. А не была Лысоньевская. Это новая покупка, да? Да. Да, да. Понимаю. А почему Лысонь? Ну, есть, видишь, опять же. У нас обслуживания нету. Мне приходится ездить постоянно возить. Сейчас блок заклинил. Мне надо везти его на ремонт в Украину. А, то есть ты имеешь в виду фирмы Бестак? Да. Ну так. Все-таки есть какие-то нюансы, да? Медогонка неплохая. Хорошая медогонка. Но обслуживания у нас нету. Мне приходится ездить в Винницу вся возить. Ага. А Лысонь у нас обслуживается. Поэтому полегче, попроще. Я понял. Ну, нормально. Ручки, такие пазы. Смотрите, друзья, как выбраны. Чтобы вода не стекала. А сейчас мы сделали полностью по кругу. По боках тоже? Ну, со всех сторон. С любой, какой бы удобно было. Ну да, на тех нету. А на этих есть. А, с пальцами, все пальцевые. Да, все пальцы. Без пальцевые. Американцы, кстати, без пальцев. Американцы, кстати, без пальцев. Американцы? Уголки закручиваются. Да, я понял. Логично. Окей. Так, а что вот это такое? Что это такое? Подкрышник просто? Подкрышники на американцы. Для американцев. Это... Перегородки вот тоже. А вот с этого? А, нет. Я думал, что это... Да, да. А вот с этого, с этого. Вот это перегородка. И вот пчелы подгрызать, да? Ну, этот... Нету нигде. Как бы пользовались вроде бы нигде. И очень удобно. Короче, получается пеноплекция, обшитый сальгаризован. Наклеиваешь, да. И вот еще по кругу, где они могут прогрызть пчелы. И сверху просто вот планка крутится. Верхний брусок от рамки. Угу. Ну все. Как бы удобно. Пробуй прочность тоже ее. Нормально. Ну, вангарчик хороший. По весне, для отводков очень хорошая штука. Большой, высокий. Да. Тут происходит, да? Откачка. Да. Откачка здесь. Здесь бочка, как бы у нас в этом... Но мед уже сдали, да? Да, мед сдали. Вы не ждете меда, как в Украине, пока цена поднимется, опустится? Может, вот именно, что может опуститься. Она уже опустилась. Ну... Не, вот предыдущие года взять. Вы мед качаете и сдаете или ждете? Нет. Нет. Потому что у нас могут люди сдавать, не сдавать. Ну, это каждое мнение, кто как хочет. Понятно. Иногда выигрываешь, когда ждешь, а иногда проиграешь, в каком-то году. А, можно, да? И так тоже. Посмотри. Это что? Это я получил помощь на Уле. Вот сумма, все, что есть на Уле. А, это как сертификат какой-то. Получается, я смотрю, Бадян Андрей, Валерьевич, Глудени, да? Глудени, да. И вот это суммы. Да. А расскажи, вот так, вот по этих суммах, что это за сумма? Ну, это инвестиции мои, которые я вложил в Уле. Мы уже сейчас, например, я все покупаю официально по перечислению и так далее. Потом это сумма, которую мне вернули, ну, без... И это то, что мы скинули на счет. Ага. То есть это тоже программа? Да. Очень помогает для развития... Подожди, а давай так остановимся. Что за вообще программа? Кто это, ну, внедрил ее в ваши, ну... Ну, это европейская программа, европейский банк. АИП у нас занимается этим. Угу. И как бы очень классно. Андрюха вот на склад получил тоже. Ага, все, я понял. Короче, очень хорошая помощь получается пчеловоду. Да, все это возвращают. Если первый раз берешь 65. Круто. Очень классно. А украинцам не дают, если я приеду? Ну, не знаю. Надо переписаться. Да. Ехали на другой точок, где тут только на прицепах. А тут только на прицепах или он там тоже бывает выставляете? Там мы оставили для отводка. Весной будем делать отводки, чтобы места сразу там ставить. А я не понял, мы на видео показывали этот точок? Да. Были мы, снимали? Я был, наверное, после вина? Что-то я не помню. Ни дороги, ни ульев. Вот так мы расставляем. Сама поляна небольшая, а помещается. А чем тут хорошая местность? Ну, ну, здесь у нас это биопасека. И здесь лес, нету полей рядом, опрыскиваний нету. И весеннее развитие очень хорошее здесь. Это под био, точно. Тут одно дерево, все стоят однотипные ульи. Только я смотрю, одни стоят на одном корпусе, да? Нет. Там, вот даже этот прицеп, да, это мы испытывали. 230-я рамка, два корпуса и 300-я. Это 300-я? Да. А тут 230-я? Да. Там 230-я два. Ну, это ж корпус не 300-я, это проставка. Корпус 230-я, да, и мы удлинили его. Просто вы сделали как бы проставку. Ну, мы столкнулись, говорю, с проблемой. Мы начали переходить на 230-ю раму два корпуса. Столкнулись с проблемой, что мы не можем, дошли до определенного количества семей и больше не можем обслуживать. И сейчас начали переходить на... 300-я, и я вот все-таки потерялся. Там сейчас один корпус 230-й или там два? Да, 230-й. На двух зимой? Да. А можем один открыть тот и один тот? Ну, надо что-то чем-то сделать. А, это стамеска. А, у Толика есть стамеска. Возьми. Чтобы мы сильно не лазили, хотя бы, ну, один такой на 300-й. У меня всегда стамески раскиданы по пасеке штук 10. Мы еще не экипировали машину. Ага. И сколько тут на тачке плюс-минус? Тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять рецепов по 24. Соточка. Соточка, да? Тут сетка дну? Нет, нет. Здесь глухой. Везде. Все одинаково. Просто различие только от 300-я рамка и... Крыши. Замерз. А, ну, дерево, оно росло, да? Да. Это все восьми рамочники. Это трехсотая рамочка. Ага. На 300. Спереди сидят все как это. Ледки открыты. А нету проблем там с какими-то хищниками? Желтая Карпатка здесь нет. Да. Ну, и пошли на 230. Давай не будем их открывать. Зима все-таки. Мороз сегодня минус пять. Просто, ну, для людей... На краях самые крупные будут. А, точно. Ну, давай же. Давай в центр прыгаем. Ну, тут, видишь, опять же, тут мало видно. Давай посмотрим снизу. Они больше внизу. Мне кажется, они сейчас сидят как раз посредине. Не, вверху. Сели полностью на втором, на верху. Верхний. Вот тут они все сидят. Да, да. Ну, здесь и принцип такой. Мы изначально когда смотрели... Смотри. В центральный дом. Без фальцев. Они же, основном, расплод в нижней части расплодной. А здесь очень хорошая зимовка. Именно таким вот образом. Вот, я смотрю, смотри. Видишь, и никакой. Да, там мало вентиляции. Вот опять же, здесь практически... Вверху не видно. Сидят. Вон, они внизу, видишь? О, они все внизу, да. А я посмотрю, а я вверх с камерой. Мы ставили в этом году взял уже... Так как мы решили, что био уже не будет у нас, поэтому мы поставили в аэроскоп. В аэроскоп. А это... Сейчас вот... Еще комментариев нет, но я уже знаю. Полоски не убираете. Это лишняя работа. Нет. Мы не убрали. Только 230 в нижних корпусах. Ага. Потому что нужно было колоть и снимать. А так вверху мы везде убрали. Все понятно. Поэтому уже полоски... Полоски не убрали. Прицепы те же, да? Что и мы показывали. Тягаем бусиками. Теперь будем хайлюксами, да? Сцепка обычная вот такая. Ничего тут такого нет. А не страховочных ничего нету? Нет. Очень хорошо. Все, никаких проблем нету. Вес сделано так, что вес давит на яблочко сюда, на передок. Поэтому он очень хорошо идет. Угу. Угу. Ну круто. Я посмотрел. Теперь надо сфоткаться. Да? Можно оттуда выйти. А он где залезть на старый, да? Я уже сфоткался. Устанее все равно. Ну все равно. Плюс, короче, вот именно рутовская вот эта система, два корпуса. В том, что они сейчас перешли на мед. Поэтому гарантия зимовка. Ну они полностью с медом сидят. Как бы попроще, не переживаешь. Но зато весной уже сложнее работать. Весной и летом. Ты меняешь весной корпуса? Да. Весной, да. Я весной вообще. Если пчелы не затрагивают нижний корпус, не сидят на ночь, то я его убираю. Оставляю только на одном. Угу. И потом добавляю второй. Угу. А что это на плюсики? Ну это мы раньше писали на крышах, как бы, что где. Ну, примерно так. Запись. Запись. Зубров? Да. Зубров? Да. Тут есть зубры? Да. Ну все, пойдем, пойдем. Да. 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 Приехали. Тут возле тачка рядом есть зубры. Нам, мы попросили, чтобы нам сделали маленькую такую экскурсию. Посмотреть на молдавских зубров. Тут прям в лесу. Красиво все. И вот зубры. Смотрите. Класс. Зубр. Вася. Вася. Вася, Вася. Иди сюда. Это, кстати, молодые вам. Это молодые, не большие. Ну я говорю, Вася. Васька, красивый ты какой. Это молодые? Да, это молодые. А большой там есть старый. Крапец он здоровый. Два хина, да? А сколько максимум они весят? Бывает, но там есть, где троги. Не? Не? Смотри, чтоб ты мог понять, насколько где-то здесь он подгнул. Он тоже. Да, он мне тоже. Вот. Это все рогом зацепило. А это парень и девочка? Нет. Два самца. Молодых их закрыли отдельно. Там большой вольер есть. А есть и самки тоже. Есть и самки, да? Да. И как их отличает? По яйцам. Иди туда, снимешь там как раз все, что есть в заповеднике. Ну это мы сейчас в заповеднике, да? А тут и пчелы в заповеднике стоят. И туристическая зона. Ага, так тебе можно наладить экскурсию сразу, из зубров на пасеку, потому что все вместе. Летом очень красиво, вон, смотри, тут какие-то эти, вот, смотри, тут все что-то красное, книги есть, и что есть. Цветочки разные, ну тут у нас пленка, не хватит пленки, ну, друзья, вот разные. Растения разные, ну тут таблички везде, вот, например, смотри, если бы еще умел читать. Такое красивое это, тут они тоже ходят, да? Да, там рыбка, губы разные, животные. Так а где девочки, или нет девочки? Тут большой валькир, это второй. А, тут они и в лесу уходят, а там все? Да, 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 да. Слепей не ходишь. Да. Город Жайкова. Нет. Шестьдесят, поднимает. Шестьдесят километров, да? Да. А на солнышке потеплело. Если что-нибудь угрожает забор, там два метра, короче, за него не высота. Он может перепрыгнуть. Да. А так он может напасть на человека? Да. Может? Да. Таким зубром зустритесь. Да. Таким зубром зустритесь. А то есть они, наверное, нагоняют? Да, нагоняют. Ваня, где такой? Можно пойти по крови, но это долго. Или это, кого-то скинуть отсюда для приманки. Да. Чтоб пошел там лося повызывал. Ваня, слушай. Есть, как выбить скидку. А? А, Зенисов? А? Скинуть его туда? Давай поддержим его. Так там, не дай бог, этот, зубр не различит, кто он. Это максимальная скидка будет. Я все отдал, только отпустите. Мы что его поймали без Лёши? Красиво. Очень красиво. Ну, вот я. Да, чтоб произойти. Так а мы-то были в этот перил? Их здесь нету. Ну, хал, хал, он никуда нибудь дойдет. А еще. Это та же самая коробка. Да. А есть какой-то у вас призыв? Кодовое слово, я не прикидываю. Апинорд. Магазин Апикор. Это пчеловоческий мазин. Здравствуйте. 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 Снимать можно? Конечно, снимай что-то. С порога. Хозяина магазина. Снимай обувь, снимай. Да, да, да. Хозяину не обязательно. Что у вас здесь хорошенького? Экскурсия. Все, что необходимо, в первую очередь, для пчеловода. Ну, есть все, да? Нет, все необходимое. В принципе, да. Все необходимое. Кстати, вот поснимай костюмы. Это тоже их производство. Они сами шьезли. О, тут есть и украинское производство, я смотрю. Ну, есть украинское. Есть рамки места. А рамки из чего это? А, кстати, рамки качества, да. Смотрю, хорошее качество. Так у вас цена, как и в Украине. Только у нас в Ривнах, а у вас в Леях. А сколько это, он так, для интересного? Сколько это? 45 тысячи. Семьдесят четыре копейки. А, ну... Это 40-ка, получается. Под 60 где-то. Смотри, под 60. Смотри, под 60. Смотри, под 60. Сейчас. Станово густый я автоматически. А что за это? Это, они сами шьё. Это чё производство? Это наше. Ихнее производство. Своё? Смотри. какая по размерам тоже что-то о это прикольные а сколько стоит это просто я думал купить ее нельзя сейчас я просто посмотрю опинорд это свое да так и магазине и как бы фирма сколько так ну пойдем комбинезончик полностью да сколько 4 столе это сколько я просто не понимаю 50 550 римен так это не дорого да закон костюм у вас хорошая цена медогонки а чьи это медогонки у вас это укра украина мелиса украина бочки так а что у нас а уль это чё происходит свое собственное да на цена от цена у листья или в долларах может если это лежат тысячу тысячу триста тысячу тысячу пятьсот ну почти 1500 то есть лежак стоит 1200 если на наши это тоже медогоночка медогонки медогонки и как пользуются интересом пользуются медогонки милисовские по качеству не лучше чем есть а есть общепроизводитель медогонок ну да нету только завозные да получается так они у вас подожди кидать такое пинут ну покажите мне вот это когда вот там есть это канди а канди чьи собственно тоже канди вы используете сироп инвентированный или сироп и есть сахарная пудра просто с медом и то есть сразу смотрю это вот энергетически то есть три вида получается канди но мы делаем 4 весной делаем еще еще один а сиропа продажи нету и есть и сейчас сейчас его нет обычно пыльцесборники я смотрю вас много милисовского до инвентаря получают наградок работаем просто смелезах ты не классные наши я себе взял такие ремни классный уж решетки никот бойлочные что это а это кстати не вот тут еще дай покажу конверты этих пакетиках а чё производство начиная глазами молдавской подожди интересно натураль то как тут не состав не пишется чистое чисто нет и сколько весит пакет полифлю я понял так интересно интересно культиваторы ну короче все необходимое и все же все что принципе нужно кормушек сколько стоит сто пятьдесят пять лей причина наша молдавская интересного почти 200 гривен очень много качестве обморка что это за полок полка а по ващине у вас только ну покупка или обмен возможно и обмен да обмен до обмен да втулки вам лично рамочки втулки я смотрю вам как такие неплохие но рамки это липа липо да смотрю и делаем вот собираем сборные то есть уже можно кушать у вас с нервеющей проволокой с идет с втулками полностью сборе и сколько такая рамка стрима сколько рамка 13 лей вот такая 20 гривен рамка получается готовая уже с сборе справа есть то это так для сравнения это мы чтобы просто сравнить цены украинского и ну вот варили на рынке вот ваним 17 гривен рамка получается что в молдавии дороже мед чем украина но также и себестоимость меда выше не забывай ну получается да у нас рамка чуть-чуть нет сравнить ваши затраты и ваши цены на мед вы в прибыли чем ну да получается стекила грамм меда выкачал молдавский пчеловод по сути тонна ты выходит ну как бы вроде бы мед дороже но получается по затратам это рамочки интересная я смотрю такие качества хорошие очень куда видно чистая липко без как бы у нас просто в основном сосна с пазами идет он их магазин я сам работаю с ними здесь самые приемлемые цены а вообще ну есть еще магазин есть магазины там цены уже павличный космический то есть это оптимальный плюс 20 20 30 процентов а ну ну может кто не знает будете знать магазина пину copy north костюмчик интересно здесь еще классно хозяин сам чел вот он знаешь что сам она тогда немаловажно что обычно пользуется что качество что не качество а в принципе уложишь есть я так понимаю возможность румынского ну инвентаря или это значит сразу пробивает и одевает вот эти заклепку в толки да да то есть присоставление для натяжки проволоки это тоже румынский потому что у нас украинский тоже есть но пока еще а можно зайду вот так поснимать его на инвентарь посмотреть может что-то кормушечки это просто свечки из это кормушки тоже вашего производства вот так и сколько влази сюда сиропа где-то полтора литра на торги плюс-минус пульты изоляторы степля даже можно купить для сбывания рамок скобы есть скобы гвозди тулки лекарства бипины разные вот сухое молоко берут да да и пивные пивные вот это румынская пивные дрожжки вот берут пользуются спроса сублиматор сублиматор это румынский наверно 4 тысячи лей ну мои долги ставишь я нет хочу а вот это что это еще вели вы и это муравейная кислота то есть можно и кислоты у вас приобрести в принципе все что надо все есть да получается так как и ссылки не ставишь нет а чё не знаю я не ставлю я тоже не стал он сейчас начал ставить только очень классно ну я не дорос до вашего уровня поэтому не ну этот интересен такой ну вот я так пойму тулки одежда суками поставим ну давайте для посмотрим для видео как она все это делать одевается втулки она за рамочка не просто смотрю а как правильно его выставить выставляешь я регулировал поэтому тут есть то есть можно все выставить середине как выставляешь как-то не видно за руками что вы там делаете вот смотрите показывать медленно или быстро рамку выставил ну да все бокам уже и на давай медленно медленно ну давай пускай чтобы понимать можно и быстро видишь вот он сразу вот они все стали ну конечно круто да круто и быстро и не надо очень классно и очень быстро иголки лично на любую на теперь 30 сама натяжка потом быстрее ну андрюха если шоу провода не поседает вот и натяжка тоже очень так вы таким самым пользуетесь именно румынским вот этим станут вы купили в этом магазине и натяжителем вот очень классный есть вас то есть ты рекомендуешь по сути очень быстро увеличивает не но ну видно что как бы вот он регулируется поджимается здесь катушка ставится зажимается именно катушка подходит сюда и ты работаешь все ролики вещь пружины по полу они отскакивают они по очереди выскакивает просто ты затянул все очень хорошо раньше все делали на коленках ну да раньше самодельные вы делаете еще ну ладно мы подумаем мы знаем если шоке купить будем знать визитку мы взяли да денис приедем за дыроколами так ну спасибо чуть-чуть обзорчик сделали все показали рамки мед кремовалки недогонки воскотопки по ценам примерно понятно тоже все спасибо вам большое будет обзорчик для наших украинских да не только для всех принципе пчеловодов да денис лист смотри алюминиевый 20 петлей ну я если честно теряюсь 40 гривен ну дороже получается чему в украинский ну тут опять же все относительно все относительно спасибо вам большое поздно вам руку заходите да все друзья молдавские пчеловоды заходите в гости магазин классный есть такие костюмчики на вид прикольные эксплуатации мы вам не скажем все качество андрей в ответе я конечно хотя вот это купить на память себе ну ладно раз это одна не будем выпрашивать для украшения ну классно да прикольно ну все спасибо всего хорошего счастлива вам счастлива так друзья всем привет это один из точков био пасеку на много было вопросов видео насчет био что пенопласта и улья это не био все правильно на той пасеке где мы снимали это не био тачок у нас на био на данный момент пока только 300 семей мы запустили попробовали вот один из точков здесь улья все деревянные краской покрашены био естественно ващина все требования как положено причина мы делаем только из своего забуса обрабатывали обрабатывали тоже только кислотами и так далее но вопрос не в этом вопрос другом о чем мы хотели рассказать видео и объяснить мы как бы прошли сертификацию но биомед никто не берет поэтому хотелось сказать чтобы люди кто планирует сделать био пасеку и так далее чтобы хорошо читали контракт который будет потому что био пасека и биомед это две большие разницы био пасека у вас будет сертификат био но мед вы будете продавать как обычно поэтому подумайте стоит ли влаживаться в это все и казали мы вложились поэтому считаем что мы проиграли с этим сами улья деревянные нам не нравится по сравнению с пеной пенополистиролом поэтому в эти улья думаю потихонечку мы будем менять будем переходить на пену прицепы немножко изменим здесь несложно переварить и вот что касается био чтобы было понятно и так далее так что из био мы уходим невыгодно нам био заниматься всем привет друзья ну что побывали мы молдове в андрюхе на пасеках как сюда все круто все классно сейчас мы стоим уже на границе под набору уже украина андрюха нас привез мы прощаемся да да все ребята вы видите украину в том направлении андрюха спасибо тебе большое за приглашение за экскурсии ты крутой ты классно много опыта мы конечно покажем чуть-чуть немножко твою пасеку всегда рады и не стыдоволен конечно спасибо кормят хорошо подвал у нас не водили вести шоу поэтому видео у нас и получилось скучно скучно его не руки не дрожат нормально и нормально нормально вот такая молдова вот такая украина друзья все всем спасибо за просмотр и спасибо андрюхе до новых встреч пока а а а а а а а а а Продолжение следует...